Здравствуйте! В эфире новости. С вами я, Лену Забурсиитова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Ураза Байрам продолжают отмечать в Крыму. Так, в селе Вилина Бухчисарайского района для детей организовали настоящий праздник. На мероприятии побывала Акимесий Дометова. Празднование Ураза Байрама продолжается. Около мечети Алма-Тархан царит теплая атмосфера. Вокруг батуты, воздушные акционы. Самые главные гости – дети. Целый месяц мальчишки и девчонки ждали этого события. Подготовка танцевальных номеров, песен и костюмов – все это требовало немало усилий. Празднику рады и родители. Вера Алиева приехала, чтобы вместе с односельчанами отпраздновать окончание священного месяца Рамазан и полюбоваться на выступление своей старшей дочери. Здесь очень празднично. Такая обстановка праздничная и настроение очень хорошее. Там больше бы таких мероприятий. И чтобы мы, наш крымский татарский народ, объединялся, собирался, общался. Накрытые столы, ароматный плов, сладости и напитки. Отпраздновать Ураза Байрам собралось около 400 человек. На мероприятие приехал и имам Бахчисарайского района. Перед началом празднования – традиционная молитва. Мусульмане, если будут объединяться на каком-то одном пути и они будут проявлять свое уважение к своей религии, то Всевышний, конечно же, даст нам всегда силы, терпение. Ураза Байрам ежегодно объединяет всех мусульман Крыма. Для празднования в селе Вилино предусмотрели все. Целевая аудитория у нас – это мусульмане, семейные люди, которые могли прийти со всей семьей, дети могли быть на аттракционах, родители могли пообщаться и отпраздновать совместную Байрам. Веселые танцы, песни, игры, угощения и конкурсы. Впечатление и праздничное настроение у участников мероприятия останутся надолго. Акимесий Дометова, Саид Велиляев, телеканал «Милет», Бахчисарайский район. 135 человек выздоровели от коронавируса за истекшие сутки. Ковид подтвержден у 101 пациента. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Всего в Крыму с начала пандемии выявили более 41,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 38,5 тысяч. За сутки скончались пять. За весь период умерли 1279 человек. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается на территории республики. Сохраняется масочный режим. Ежегодно в период нерестового запрета в 10 субъектах России проходит масштабная экологическая акция «Всероссийский день без сетей». Представители Департамента рыбного хозяйства Минсельхоза вместе с Крымским отделом госконтроля, надзора и охраной водных биоресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству провели рейд в районе Симферопольского водохранилища. Подробнее смотрите в сюжете. Симферопольское водохранилище каждую весну превращается в место гибели для рыбы. С раннего утра в акватории водоема проводится рейд по пресечению незаконного вылова рыбы. Пока нарушителей не обнаружили. 22 апреля на водоеме Самарли Ленинского района были задержаны браконьеры вместе со всем снаряжением. 117 раков и 8 рыб, среди которых 1 окунь и 7 особей платвы. Такое количество живности злоумышленники успели выловить. Совместно с пограничным управлением ФСБ правонарушение удалось предотвратить. Симферопольское водохранилище – одно из традиционных мест отдыха и рыболовства для местных жителей. В воде водятся практически все виды пресноводных рыб. Водоем регулярно зарыбляют. Как объясняют специалисты, ловить рыбу можно, но в разумных количествах и в определенный период. У нас рыболовство разрешено свободно и бесплатно по 166 ФСБ. Но в данный момент это нерестовый период. Надо сохранять и приумножать водно-биологические ресурсы. По периметру Симферопольского водохранилища с рассвета курсируют две лодки. Инспекторы проверяют воду на наличие рыболовных снастей, которые могли незаконно расставить. И в рамках этих мероприятий осуществляется мелиоративное тролление водных объектов. По всей территории Республики Крым и водохранилища, и иные водные объекты, реки. На предмет установления и обнаружения незаконно установленных орудий лова, сетных и очистки водных объектов от старых заброшенных, которые ранее не были обнаружены. За незаконный вылов рыбы предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискация всего рыболовецкого снаряжения вплоть до транспорта. Количество нарушителей за последнее время существенно уменьшилось. За 2 тысячи можно купить на рынке рыбы в достаточном объеме. Ну и как-то, наверное, стали с пониманием подходить, что ли. Во-первых, воды понимают, что у нас стало меньше, ну и рыбы, соответственно, меньше. Помимо Симферопольского, мероприятия прошли в акватории водохранилища близ села Фронтовое, что в Ленинском районе. Дауд Чахалов и Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Наша постоянная рубрика о соотечественниках посвящена заслуженному учителю Крыма Нияре Халиловой. Вот уже 43 года она преподает русский язык и литературу в одной из школ Раздольнинского района. О нелегкой профессии педагога Сабина Дениева. Вот так встречает восьмой класс свою учительницу Нияру Халилову в селе Славянское Раздольнинского района. Урок русского языка, тема, предложение с прямой речью. Вот уже 43-й год своей жизни она посвящает ученикам. Кто-то из них станет поэтом или музыкантом, а кто-то физиком или врачом. А она всегда хотела быть учителем. Любовь к этой профессии у нее от отца. Он был преподавателем крымско-татарского языка. Я еще когда была маленьким ребенком, еще в школу не ходила, я любила играть в школу. Посадив всех своих кукол, минвежат, зайчат. Сначала с ними играла, а потом чуть-чуть побольше подросла уже в третьем, пятом классе. Собирала всех детей с улицы и всех учила. Настойчивость, требовательность и целеустремленность. Высокое мастерство преподавания и влюбленность в русский язык и литературу. Даже непоседливые мальчишки слушают ее с удовольствием. Изюминкой моей работы и основным девизом моей работы является то, что к успехам в обучении я иду через повышение культуры речи. Когда человек понимает, что он говорит, понимает, что он читает, понимает в стихотворении каждую строчку и каждое слово, он обогащается и интеллектуально развивается. В этом году за многолетний труд, высокие достижения и многократные победы в творческих конкурсах Нияре Халиловой присвоили звание «Заслуженный учитель Крыма». Шесть лет подряд она участвовала и выигрывала в районных состязаниях «Учитель года». Буквально несколько месяцев назад заняла первое место в международном конкурсе в номинации «Поэтический перевод». Да-да, наш преподаватель еще и поэт. Пишет, переводит стихотворение с крымско-татарского языка на русский и наоборот. Совсем скоро выйдет ее поэтический сборник. Минута и стихи свободно потекут. Начинаешь, оно рождается, может где-то среди ночи, может среди какого-то дела. И иногда записываю, иногда так и остаются незаписанные, иногда записываю на обороте квитанции. Учитель делится не только своими знаниями, но и частью души. Каждый день с пакетом, забитым тетрадями Нияра Халилова идет домой. Вот так в тихой, спокойной обстановке проверяет контрольные и самостоятельные работы. Готовится к следующему рабочему дню. Недавно пришло мне сообщение из Феодосии. И ученик мой бывший написал, ему 48 лет, он уже дедушка. И он мне написал такие слова, ну так много часто говорит. Нияра Мусаевна, я до сих пор помню ваши уроки. И я хочу вам сказать, что вы самый лучший учитель в мире. За всю свою жизнь она ни разу не пожалела о выборе профессии. Главное в профессии Нияры Халиловой – это не один яркий урок, а повседневная работа. Формула успеха проста – раздай все, что знаешь, умеешь и смеешь. Уже время, скоро начнется урок. Сабиня Дениева, Азиз Немидулаев, телеканал Милет, Раздолинский район. На выходных на телеканале Милет. Главная информационная программа Крыма. Не пропустите в субботу и воскресенье. Итоги с Айше Шулаковой. Теперь снова в прежнее время в 19.30. Три дня праздника. Дети, внуки, вы молодцы. Соблюдайте традиции. Вместе с нами соблюдали пост. Как мусульмане Крыма отметили у Роза Байрам. Навсегда в памяти народа. Нас погрузили в грязные и вонючие вагоны для скота. 18 мая, как это было, воспоминания очевидцев страшной трагедии. Перепись населения, выборы в Госдуму, послание президента. Все это делается ради вас же, ради ваших интересов. И делается честно и продуманно. В Рио председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эксклюзивном интервью телеканалу Милет. Воды хватит всем. Холодная идет. С напором. Острая фаза вододефицита пройдена. На этом все. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин